МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К тому времени уже выпускался первый отечественный легковой автомобиль массовой конвейерной сборки. Это была копия автомобиля Форд А, лицензия на производство которого была куплена советским правительством в США в 1929 году у Генри Форда. Работы по подготовке к производству нового легкового автомобиля возглавил новый главный конструктор завода Андрей Александрович Липгард. Талантливый специалист и организатор, он учитывал полученный опыт производства в эксплуатации первой модели – ГАЗ-А. Кроме того, он имел собственную точку зрения на отечественный автомобиль и поэтому решительно отказался от полного копирования американского образца. Причина этого понятна. Фордовское шасси оказалось фактически непригодным к работе в условиях российских дорог и направлений. Среди основных особенностей ГАЗ-М1 – жесткая лонжеронная рама с X-образной поперечной, автоматическое опережение зажигания и регулируемые вперед-назад передние сидения. Спецованные колеса уступили место штампованным дискам с шинами увеличенной размерности. Первые три опытных образца были собраны в январе 1934 года. Машина эта появилась в свете сотрудничества Советского Союза с Америкой по 10-летнему договору о взаимопомощи, экономической, скажем так сказать. И в качестве прототипа была выбрана машина Ford Model B, производившаяся в Америке как раз где-то в 1935-1936 году. Но для наших условий машина была полностью практически переработана. Если на прототипе ставился, скажем так, даже дермантиновый верх крыши, то в наших условиях было принято решение делать металлический верх. Была полностью изменена система подвески, были установлены продольные рессоры и, соответственно, полностью изменилась система подвески. Были изменены в нашем отечественном варианте крылья передние, которые стали более, скажем так, благородно выглядеть и закрывать лучше раму и подвеску. Был установлен форсированный мотор, сначала четырехцилиндровый по сравнению с Ford. Затем уже были даже опытные варианты по установке, и в конце они все-таки пошли в серию, с шестицилиндровыми моторами. Американец, фордовский мотор, четырехцилиндровый. Единственное, что для наших условий в Советском Союзе его пришлось форсировать, так как вся машина, как, в общем-то, уже говорилось, была доработана. Полностью был автомобиль переработан, сначала был форсирован двигатель, затем была изменена подвеска. Ну, в принципе, в серию все это пошло одновременно, как только организован был массовый выпуск этих автомобилей на Горьковском автозаводе. ГАЗ, Горьковский автозавод, буква М, так как завод получил имя наркома иностранных дел Молотова. Цифра один, первая модель. Так расшифровывается знаменитая М-ка по науке. Надежность у нее была, скажем так, достаточно хорошая. Существовали знаменитые, скажем так, кадры в хронике, когда М-ка выходит с передовой, с простреленным радиатором, но продолжает без воды ехать некоторое количество километров. Потом течь радиатора народ заделал по-советски, засыпая горчицу. И продолжая достаточно долго ездить с течью радиатора, которая уже не становилась такой критической. В основном страдали, конечно, на наших дорогах колеса, и очень часто покрышки выходили из строя. Это, скажем так, вынуждало водителей брать даже не одну, как положено, одно запасное колесо, а несколько камер, несколько покрышек с собой. Обычно брали подготовленные грамотные водители, они их брали с собой, клали где-то там сзади сиденья, под сиденьями, и всем этим пользовались во время дорог. Особенно это касалось машин разъездных, которые ездили в таких подразделениях, как обкомы партии, которые мотались по районам из конца в конец области и постоянно были в движении. И вот там водителю приходилось напрягаться. Ну, машина показала свою всеядность практически, так как двигатель мог работать не только на бензине, но чего в него только не лили. В том числе умудрялись даже керосином заправлять. Ну, конечно, это... Да, естественно, это плохо влияло, но что делать? В некоторых районах найти бензин в то время было очень тяжело. Ну, и потом это, кстати, сыграло злую шутку с нашими водителями в годы войны, которые привыкли к всеядности полуторок, эмок, ГАЗ-67, когда пытались керосином заправить студебекеры, и машины новенькие выходили из строя уже насовсем. Среди особенностей М1 по сравнению с предыдущей моделью ГАЗ-А комфортабельный, закрытый, практически полностью металлический кузов. В американском прототипе здесь была дермантиновая крыша, да и на этом прототипе она осталась. Вот на этом именно автомобиле ее восстановили, как она должна быть. А большинство эмок были все-таки выпущены с полностью металлическим верхом крыши, так как, ну, естественно, зимой в морозы где-нибудь в Сибири на эмке ехать с... С дермантиновым верхом удовольствие, ну, ниже среднего. Хотя, в общем-то, и герметичность салона оставляла желать много лучшего, и во многих воспоминаниях советских функционеров того времени встречается, что эмка запомнилась клубами пыли, летящими в салон откуда-то снизу, и человек покрывался слоем пыли очень-очень быстро. Ну, тогда герметизации салона, в общем-то, важности не придавали. То есть машина должна была возить человека из точки А в точку Б. На этом ее предназначение, в общем-то, и заканчивалось. Мой отец Алексей Ильич Кравченко был одним из ведущих графиков всей страны. И ему решением правительства подарили машину горкальского завода. ВАЗ, по-моему, она называлась. ГАЗ. ГАЗ, ГАЗ, да. У него здоровье ухудшалось, у него все время преследовала болезнь сердца. И участившиеся инфаркты обязательно требовали жизнь за городом. Поэтому машина была необходима, очень нас выручала. До его смерти, когда он наследовал мою машину, я уже имела права и умела ее водить. И всю войну я провела с этой машиной, не расставаясь с этой машиной. А в каком году ее выдали? Ее выдали, вероятно, в 1939-м, я думаю. А надо было за ней ехать на завод? Да. Он сам ездил в Горький. Еще нарисовал там 20 портретов ударников завода. И привез оттуда вот эту М1. Но сначала никто не умел ездить. Был шофер, который очень трудно было вызывать из Москвы. И очень осложнял нам жизнь. Поэтому, к счастью, я сумела выучиться и получить права. И когда уже началась война, и мне пришлось ездить в очень тяжелых условиях, то есть это было самое страшное, это было, когда я попадала и не успевала засвету доехать куда-то до дома. И ехать в полной темноте было очень сложно. Мне приходилось поднимать ветровое переднее стекло и приоткрывать дверку. Только тогда, вот так, смотря на землю, я могла не потерять дорогу. В целом автомобиль получился существенно осовремененным по сравнению со своим прототипом. А по отдельным позициям превосходил и более позднюю продукцию Форда. Скажем, примитивная подвеска на поперечной рессоре на легковые Форды ставилась до 1948 года. «Эмка» стала первым автомобилем, который можно было иметь в частной собственности. Стоила машина 10 тысяч рублей. При средней в те годы зарплате 350 рублей. Правда, скорее ей могли примировать партийцев и военачальников, стахановцев и деятели культуры. Простой советский человек мог выиграть «Эмку» в лотерею «Осо Авиахима», купив пяти- или десятирублевый билет. На дорогах вообще не было машин. То-то и дело, что мы изумляли всех сплошь, потому что нам с удовольствием все помогали. Любая машина, которая редко проезжала, если видела, что мы с Линой вдвоем одним насосом, потому что у нас не хватало сил, накачиваем колесо, тут же останавливалась и нам помогали. Если у нас не хватало бензина, нам быстро доливали полный бак. Так что это было просто и замечательно в этом смысле. Обычно ездили двое-трое. А если ездил, допустим, первый какой-нибудь секретарь какого-нибудь обкома партии, то он ездил один, максимум было два человека. Ну и такие же машины шли директорам военных заводов, авиационных, сталеретейных и танковых заводов. В общем, все люди, которые обладали какой-то серьезной властью в Советском Союзе, они могли рассчитывать на положенный им по льготам такой вот автомобиль. К примеру, конструктор Александр Сергеевич Яковлев лично у Сталина получил две таких машины, выбив разрешение на использование в КБ Яковлева двух машин М1 для разъездов по аэродрому. В общем-то, МКО это стал, скажем так, символом отечественного автопрома с 1936 года. Начиная их производили, закончили только уже после войны. В 1948 на линиях их сменила знаменитая последствия победы. МКО применялось везде и всюду. И как партийный автомобиль, а как автомобиль для органов внутренних дел знаменитый Черный Воронок. И в военных целях всю войну прошли эти машины в качестве разъездных для командного состава. Были варианты скорой помощи, были варианты технической помощи. В общем, огромное количество вариантов изготавливалось в каких-то кустарных мастерских переделывался легковой автомобиль под технические цели конкретной организации. Были варианты аэродромного обслуживания машин, то есть аккумуляторные, там, маслозаправщики были на их базе. В общем, огромное-огромное количество машин. По количеству выпущенных, более 102 тысяч выпущенных машин, МКО была непревзойденной среди отечественного автопрома. И как, в общем-то, и было, это первый отечественный легковой автомобиль и, в общем-то, именно гражданского применения. Все остальное у нас было двойного назначения в нашей стране. В начале войны от Москвы до Никольной горы существовало 17 застав, где, ну, не на каждой, но почти на всех проверяли документы. И, конечно, машину, за которой за рулем сидела девушка в очках, очень всех удивляло. И, в конце концов, все эти заставы даже знали всех моих членов семьи и куда, и зачем я еду. Они спрашивали, ну как, довезли бабушку? Ну как, а где же собака, почему ее не видно? Или вам нужно подкачать заднее колесо, у вас оно не в порядке. Вот так вот. Потом появились на протяжении всего шоссе ямы, причем в таком шахматном порядке, по две сбоку и одна в середине. И надо было ехать на машине так, чтобы средняя яма оставалась под колесом, а боковые были на обочине вроде. Это тоже было сложно. И ям таких было чуть ли не каждые 5-6 километров, потому что собирались взорвать шоссе. Это уже было тогда, когда немец близко подходил к Москве. Дальше была политика, которая была озвучена правительством Советского Союза, о том, что все должно быть отечественным. И все это производилось, да, допустим, свечи очень часто выходили из строя, они обладали очень малым ресурсом, но американских взять было негде. Закупать их за золото в планы советского правительства не входило. Она же была первым легковым автомобилем. И кроме нее практически дальше уже пошли ЗИСы. ЗИСы могли иметь какую-то небольшую унификацию, но они все равно уже были другими. ЗИСы-101. А дальше она уже совсем устарела, и, в общем-то, ее и дизайн относился к разработке, к началу, к середине 30-х годов. И уже было, в общем-то, неправильно после войны оставлять ее на вооружении. Появилась победа с достаточно все-таки революционным на тот момент для Советского Союза автодизайна. Она и сейчас взгляды к себе приковывает. А МКО все, вот рабочая лошадка 30-х годов. В какой-то мере это даже, можно сказать так, простенькие, американские, слегка, скажем так, с налетом времен американской депрессии, там, гангстеры, все остальное, если бы она еще была открытой, то вообще бы соответствовала один в один. В конце 30-х годов автомобиль было решено модернизировать. В первую очередь необходимо было заменить стремительно устаревающий двигатель, унаследованный с предыдущей модели. За опытом снова обратились к американцам. Наиболее пригодным для производства и эксплуатации в СССР был признан шестицилиндровый двигатель Dodge D5. Он имел современную по тем временам конструкцию и почти в два раза большую литровую мощность, чем двигатель ГАЗ-М1. В 1937-38 году в США было закуплено все необходимое для производства оборудования. Чертежи были переведены в метрическую систему. Вскоре, в 1940 году, началось серийное производство двигателя под обозначением ГАЗ-11. Двигатель имел рабочий объем 3,5 литра и хорошую для тех лет мощность 76 лошадиных сил. Впоследствии, именно на его базе были созданы двигатели Победы и ГАЗ-12 ЗИМ. Легковой автомобиль с новым двигателем получил индекс ГАЗ-1173. Кроме силовой установки, на автомобилях был введен еще целый ряд усовершенствований. Удлиненные передние рессоры, более эффективные тормоза и новый щиток приборов. На базе ГАЗ-1173 был создан автомобиль ГАЗ-1140 с кузовом Фаэтон. Начать серийное производство которого помешала война. На базе ГАЗ-1173 Грачевым была создана модель ГАЗ-61 с приводом на все колеса и увеличенным дорожным просветом. Она выпускалась серийно. ГАЗ-61 отличился во время Великой Отечественной войны. Автомобиль мог преодолевать подъемы крутизной до 38 градусов, без труда поднимался по крутой пешеходной лестнице. Также ГАЗ-61 преодолевал брод глубиной до 72 сантиметров. Специалисты утверждали, что при установке специальных шин с развитым грунтозацепами ГАЗ-61 по проходимости превосходил полугусеничные машины. Командный состав Красной Армии высоко ценил неприхотливость и надежность автомобиля. ГАЗ-61-73 стал первым в мире комфортабельным внедорожником с закрытым кузовом типа седан. В 42-45-х годах он производился эпизодически, мелкими партиями. Всего было выпущено около 200 автомобилей. Во время Великой Отечественной войны автомобилем ГАЗ-61-73 пользовались такие видные деятели, как маршал Ирокоссовский, Жуков и Конев. Из малосерийных и опытных модификаций можно отметить следующие. ГАЗ-М1-В8. Производился в 1938-1940-х годах. Это малая серия седанов М1 для нужд НКВД. Она была оснащена импортными моторами Форд В8. 65 лошадиных сил. В 1941 году большая часть этих двигателей была снята с эмок-догонялок для установки на танки Т-60. ГАЗ-М21. Опытный трехосный пикап на базе ГАЗ-М1. Было изготовлено 100 комплектов, но в серию машина не пошла. Еще одна любопытная модификация МКИ – это ГАЗ-М25. Трехосный штабной автомобиль с пятиместным кузовом типа Раббл Сит. В серию он не пошел. И еще одна опытная модификация – это ГАЗ-61417. Легкий артиллерийский тягач с колесной формулой 4х4. Всего было построено 36 автомобилей, сразу же укомплектованных 57-мм противотанковыми пушками с прицепными передками. ГАЗ-НАТИ-ВМ. Это опытный полугусеничный колесный вездеход на базе ГАЗ-М1 с кузовом типа седан и пикап. Любопытную машину представляет собой ГАЗ-ГЛ-1, выпущенную в 1938 году. Это гоночный автомобиль, построенный на базе ГАЗ-М1. Он мог развивать на дистанции с одного километра с ходу скорость 147 км в час. Позднее, в 1940 году, на машину был установлен форсированный силовой агрегат ГАЗ-11 мощностью 100 лошадиных сил. Модернизированная версия установила всесоюзный рекорд скорости – 161,7 км в час. Вот в нашем автомобиле, к сожалению, мы вынуждены держать защитную пленку, а все остальное здесь осталось, в общем-то, восстановлено по оригинальным чертежам, фотографиям и при, скажем так, сопоставлении тех данных, которые удалось найти по литературе тех лет, по фотографиям тех лет, ну и по воспоминаниям, скажем так, тех людей, которые выпускали эти машины, которые на них ездили. Самая для меня трудная задача – это была вот эта гора на пути в Москву, потому что обычно тормоза были не слишком в порядке, и чтобы машина не катилась назад, мне приходилось применять ручной тормоз, а когда и ручной тормоз бывал, и так не работал, то скоростью тормозить – это была целая проблема – форсировать вот в зубово, в гусло, вот этот подъем. Здесь, скажем так, такая шинельное сукно, выпуска было оно обычно двух цветов, либо вот светло-серый, в редких случаях белый, обычно это вот для, скажем так, первых лиц областей, там каких-то городов, да, шел белый салон. А так либо серый, либо зеленоватый. Большинство машин, естественно, выпущены были в черном цвете. У большей еще части была, здесь вот проходила красная полоса, что породило миф о том, что все машины были милицейские или НКВДшные. Остальная часть, по большей части, была зеленая. И совсем редко встречались серые машины, совсем редко. То есть, ну, они были, конечно, но их было очень мало. Ну, салон достаточно комфортабельный. Сразу видна школа американского автопрома, дизайн стандартного американца. Здесь и поднимаемое стекло для езды в жаркую погоду. И вентиляция. Рычаг коробки расположен очень удобно. Все педали тоже на своих местах. Так что все, в общем-то, остальное обычно. Ну, и для водителя достаточно, скажем так, стандартное по тому времени. Это достаточно маленький зазор между рулем и сиденьем. Так что не всякий человек, не всякой комплекции мог себя комфортно чувствовать в этом автомобиле. Ну, а так в остальном все удобно. Одно зеркало заднего вида, больше их не полагалось в такой автомобиль по тем требованиям. Два прибора, ну, в общем-то, все. И звуковой сигнал по центру, пугать лошадей, что называется. Здесь М-ка такая гражданская относительно. А в войну для экономии не вообще выпускались с одной фарой. Считалось, что этого вполне достаточно. И упрощалось производство всячески. То есть никакого на военных машинах, военного выпуска М-ках, на них практически никакого комфорта уже не было. То есть все, голый металл, лишь бы машина прошла свои 500-600 километров и могла уже быть списана. Часто бывало так, что машина приезжала на передовую, успевала доехать до штаба, и сразу попадала под обстрел или авианалет, и все, и она списывалась. Мы находили при поисковых работах машины М-ки, уничтоженные авианалетом, когда разбирали двигатель найденный. Примерно мастера, мотористы говорили, что там 100-150 часов он наработал всего, а то и меньше. То есть даже видно было, что двигатель даже не приработаться не успел толком. Вот это ручка открывания двери, ручка опускания стекла, и ручка, самое интересное, открывание форточки с червячной передачей. Комфорт, однако, на уровне тогдашнего советского автопрома, но и американского, кстати, тоже. Аккуратные петельки, чтобы было удобно держаться на наших отечественных ухабах. Ну и самое главное, шик тогдашних времен, плафон в салоне. Ну и сам по себе салон обшит все-таки шинельным сукном практически. Он какую-никакую теплозащиту все-таки давал. И все-таки, скажем так, машине можно было более-менее с каким-то относительным комфортом даже зимой проехать из точки А в точку Б. Но не сильно, конечно, далеко. Опять же, наследие американцев, поручни тканевые, и очень много свободного места для ног. То есть это... При том, что нет практически свободного места для головы, но для ног количество свободного места просто огромное. У немцев все наоборот. Вот есть машина у нас BMW, туда можно в цилиндре садиться. Над головой огромное количество пустого места, правда, непонятно зачем. Писатель и военный журналист Константин Симонов вспоминает об эмке. В «Известиях» решили, что лучше будет, если я сдам свой фордик, а они вместо него в дополнение к пикапу дадут в наше пользование редакционную эмку. К завтрашнему утру она должна быть подготовлена и выкрашена в маскировочные цвета. Кроме того, было решено для пользы дела вырезать у нее середину крыши и вместо нее на барашках закрепить скатывающийся в трубку брезент. Учитывая предыдущий опыт, решили сделать это, чтобы быстрее передвигаться и не чувствовать себя в мышеловке, и не выскалькивать каждый раз, услышав самолеты, а скатав этот брезент, на ходу наблюдать за воздухом. Разные дни войны, дневник писателя. Именно Константину Симонову принадлежат следующие строки об эмке. Есть, чтобы выпить повод. За военный провод, за У-2, за эмку, за успех. Как пешком шагали, как плечом толкали, как мы поспевали раньше всех. Там, где мы бывали, нам танков не давали. Репортер погибнет – не беда. Но на эмке, драной и с одним наганом, мы первыми въезжали в города. В заключение хочется вспомнить слова Грэма Грина из его заметок о путешествии по СССР. Советская эмка – это самая невероятная машина, в которую мне когда-либо приходилось ездить. По улицам столичным отвар лучей расходится с дорожкой свистовой. И ездить мне приятно по улицам обрядным, любой же вечно юной веселою моской. Это дело по душе в своем такси. Я всю Москву ни разу же искал и сил. И так скажу, не хвастая и не тая, Что самая прекрасная Москва моя Летит, а то привычно по улицам столичным отвар лучей расходится с дорожкой.